Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. Ну что, суббота, выходной день. Но я по привычке рано встаю. Маркушка вот на кровати, не хочет на комод. И на окошко не хочет. Пардон. О погоде в Москве. Вот у меня в комнате здесь вроде бы солнышко светит, но на термометр не попадает. В данный момент плюс 4. На кухне я сейчас кофе пила. Там на термометр уже попадает солнце, там уже плюс 14. Но я думаю, сегодня будет тепло, потому что небо чистое, солнце яркое, птички поют уже, так здорово. У меня окно открыто всегда, проветривание. И я уже утром, когда солнышко только встало, птички уже запели. Весна? Да. Ну вот, вроде бы о погоде я все сказала. Так, сразу говорю, делаю объявление, что девочки вчера в Телеграме писали, куда я пропала, почему не выхожу в стрим. Девочки, сегодня если будет время, то выйду обязательно. Но это будет ближе к 8 часам вечера, не раньше. Приблизительно. Пообщаемся часочком. Поэтому я вот сказала, если я все успею, все сделаю, то часов 7, 8, полвосьмого. Но я не знаю, как получится со временем. Приду. Еще что новенького. А, про Быкову. Че новенького? Давайте про старенькое. Что я хотела сказать. Господи. Быкова ездила на фотосессию. Да. Мы об этом знаем. Вчера в статье мы посмотрели ее фотографии. Ну, что сказать. Что-то подобное я уже видела в прошлом году у Иры Мнагадеточки. Это раз. Во-вторых, с теми выражениями лиц, какие были у ее детей, ну, там были одни девчонки. Как сказать, бабским табором они пошли. Или бабский взвод. Устроила Женя. Да, она же у них великий. Фотограф, да. Мне не понравилось ни одно фото. Нет. Где закрыты глаза у Матроны? Где Саша задрала голову, как будто она в строю стоит? Неестественно. Где бычиха сама смотрит из-под лобья? Это такая, знаешь, такая. Ну, держитесь у меня. Вот выражение такое. Где она с этим пузом? Где вот это не идиотское платье одето какое-то времен 18 века? Ну, в общем, все не в такте. Ну, не знаю. Это мое личное мнение. Я фотографии люблю, я картины люблю, я это все смотрю. Но это мое личное мнение. Про Матрону. Ребенок даже, сидя на стуле, в белых колодочках, в розовом, даже не розовое, я бы сказала, оно такое, пепел розы в платье, она все равно поджимает мысочки. У нее проблемы с пальчиками, она не прошла. Ведь ни один ребенок не поджимает так пальцы. Это на двух ногах. Знаете, как балерина старая, у которой пальцы так и загинаются туда. Вот она на фотографиях такая. И Матрона вообще, она везде, у нее выражение странное. Да. И, Женька, ты что, не видела? Ты вот эти фотографии бы удаляла, где Матрона с закрытыми глазами. Да. Не там, где она к мамке к пузу прижалась. А вообще, когда вот они все сидят, у всех открыты глаза, у нее закрыты. Саша очень манерная. Теперь я точно уверена, я это замечала, что это еще переплюнет мать. Это стерлоза еще та. Там все на лице написано просто вот. Ну, в общем, фотосессия для Быковой это счастье. Для нас это, конечно, кошмар. Ну, или Быкова выбрала не те фотографии. Что-нибудь одно из двух. Дальше что, статья. Ну, статья это вообще. Она вот несет какую-то околесицу. Кого из детей мне надо было абортировать? Эту, эту, эту. Ты что, блин, дура? Вот я не понимаю человека, которого такое околесице несет. Ты рожала от любимых мужчин. Это твои дети. Ты хотела, ты рожала. В чем проблема-то? То, что не любят многодетных. Это неправда, я люблю многодетных. У меня очень много знакомых многодетных, где от трех и до десяти детей. Даже одна семья есть двенадцать. Почему я не люблю многодетных? Но эти люди стараются и работают для своих детей. У них и дети работают. Да, они выполняют определенную работу по дому. Кто в домах живет, кто в квартирах. Да, у них приходящие, приходящие, помощники по дому. У кого три раза в неделю, у кого два раза. Но этот человек делает определенную работу. Убрался, постирал, погладил, ушел. Еду готовит сама мама. С детьми занимаются сами мамы. У одной из знакомых есть семья. У них восемь детей. У них няни приходят погулять с детьми. Потому что мама говорит, я не успеваю, мне надо убраться, мне надо поесть, приготовить. А старшие в школе, средние в детском саду, а маленькие самые, она говорит, мне с ним некогда погулять. Потому что я дома все делаю сама. Да, приходит няня на два часа гулять с ребенком. И все. Нормально. Девочка приходит молодая, научится в пединституте, просто ей подработать. А почему бы нет два часа погулять с ребенком? Замечательно. Раньше она гуляла с колясочкой, когда ребенок спал. Сейчас уже они на площадке гуляют. Ну вот еще возвращайтесь к Быковой. Кого мне надо было абортировать? Да не абортировать. Тебе надо было прозерватив одеть с головы до самых пяток. Если все эти суждения Быковой, что все таблетки, они все абортируются. Что абортируется? Мужское семя? Что абортируется? Яйцеклетка? Я никак не могу понять. Даже если они соединились. Из-за таблеток они выскочили. Это еще даже не эмбрион. Это еще не человек. И не надо нести такую околесицу. Подойди к любому священнику, и он тебе скажет. Да, детей надо рожать, если ты забеременела. Ну почему-то у священников не по 25 детей. Да, они многодетные, но у них не столько детей. Вы обратите внимание. Нормальные, современные священники имеют, ну троих, ну пятерых детей. Но если бы они не предохранялись, что было бы? Или женщина идет, себе перетягивает трубы при родах. Или барьерный секс. У женщины может быть колпачок, у мужчины может быть презерватив. Она об этом не знала? Она думала, что если с мужчиной спать, значит надо рожать. Тебе гинекологи не объяснили? Тебе втемяшили в башку, я не знаю какой дурак, что предохраняться это аборт. Это не аборт. Да, есть барьерный секс. Есть подсчитание цикла. Можно сдать анализы, подсчитать свои циклы, знать, когда у тебя овуляция, когда нет. Так можно. Но то, что ты творишь, и почему ты бы сказала, ты будешь рожать от каждого встречного и поперечного, уже от третьего. Мы это поняли. Ты будешь рожать, пока у тебя или матка не вывалится наружу, или пока у тебя не наступит климакс. Только что будет с твоими детьми потом? Ты забыла, что у твоей мамы онкология. И онкология по женской части, онкология груди. Ты не забывай о том, что ты первая, кто по наследству попадаешь туда. В это заболевание. Ты об этом не думаешь. Конечно, мы никто не думаем, но кто думает хоть чуть-чуть, и у кого есть наследственность или предрасположенность, они говорят, не, господи, дай мне время вот этого ребенка поднять или этих двоих-троих поднять, и все. Быкова нет. А у нее мозгов нет. Как у молодых ребят, которым лет по 17-20 гормоны бьют, у них нижняя голова работает, а верхняя еще не соображает. А у Быковы, по-моему, с рождения она не соображает, у нее только вот звезда. Ладно, что-то я разошлась. Это статья. Ну, в общем, глупая статья, как всегда, ни о чем, в общем, хрень несла. Ну и вчерашнее видео. Быкова, ты со своей сыроварни-то хоть сама разобралась? Нет. И там у нее зерно застряло. И из этого ведра она льет, там, я представляю, какие там брызги по всей, ну, надо что-то другое одеть подлиннее, чтобы сливалось в этот самый. Дополнительную трубу купи, чтобы тебя только в ведро подлазило. Нет. И зачем такая большая сыроварня, когда ты наливаешь чуть половину сыроварни, да? Почему не полная? У тебя получилось сколько там получилось? Ты одну головку завесила, два килограмма сыра? Ну, восемь получилось. Там три головки было или четыре, не помню. Зачем тебе такая большая сыроварня? И вот это так непутево. У нее она сидит в этом углу, она к ней подойти не может. Моет. Интересно, а куда она? Ей надо было опять Артура звать и сделать около сыроварни, выдолбить плитку и сделать углубление, и туда слив сделать. И больше всего... Вот слив, ладно, вымоет полы. Больше всего мне что-то понравилось. Уважаемые и неуважаемые подписчики Быковой, вы ей собрали 300 тысяч на холодильную камеру. Но вот беда. с кондиционера капать будет в ведро. Представляете? За такие деньги. И Быкова сказала, а мне что, сюда ведро поставить? Или бочку? Потому что каждый день я не буду. Они сказали, что там зимой столько будет летать, за неделю, здесь за месяц. Она, о, а бочку можно поставить? А что нельзя сделать, чтобы кондей выходил из дома и на улице капал? Мне что-то непонятно. Вот кондиционер, у кого висят, у всех капает. А у Быковой будет нудри капать. Жесть. Продумать нельзя. Просверлить и трубочку, которую капает кондиционер, вывести на улицу. Жесть. Ну, а не бояться, что зимой она будет замерзать. Мне нравится. Как вам? Такая идея с кондиционером для холодильника, по которому надо будет ведро ставить или бочку. Конденсат-то куда-то будет собираться. Вот. В ведро или в бочку. Ну, вроде бы все. Больше у нее там смотреть нечего было. Такое прям видео, такое видео, такое длинное. Что длинное? Пришли два мужика, перед которыми она там в ее. Потом она их прорекламировала. Они были рады. За рекламу они вообще вау. Интересно, кому нужны вот эти камеры? Быкова, тебя 80, а то и 90 процентов смотрят городские жители. Я себе дома камеру поставлю. Зачем она мне нужна? Или даже на даче. А зачем она мне нужна? Ты кому делаешь рекламу? У тебя сельхоз производителей, ну, процентов 10. Потому что все адекватные, давно тебе отписались и поняли, что ты бла-бла-бла, а не фермер. Да. А остальные городские жители тебя смотрят. И то, и то. Из этих 80, 70 хейтеров, и только 10% те бабульки, на котором скучно, дети выросли, а может и не было детей, которые понаделали аборты, теперь замаливают грехи, глядя на тебя и посылая тебе денег. Это девочки из Германии, которые живут, им там скучно, им не хватает российского навоза. Вот твой контингент. Да. Ну все, мои дорогие, на этом я прощаюсь. Всем пока-пока. Время будет. Я надеюсь, будет. Сейчас мне надо кое-что переделать дома. У меня куча белья гладится. Я вчера еще шторы вечером поснимала, тюльпы стирала. Не в этой комнате, а в другой, и на кухне. А какие окна грязные, боже мой. Полезу мыть скоро, на неделе. Вот буду выходная, у меня два дня будет. Вторник, среда, если будет погода хорошая, придется окна мыть перед Паской. Все, мои хорошие, но это хлопоты приятные. Завтра вербное воскресенье. Я помню, я еще всех поздравлю. Поэтому всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok